Андрей, привет. Здравствуйте, привет. Где ты находишься, в каком городе? Я сейчас нахожусь, республика Коми, город Печора. Получается, как давно там и откуда переехал? Значит, в Печоре я проживаю, вот будет в апреле 7 лет. И я переехал сюда из города Советск Кировской области. Советск – небольшой город тоже, да, я так понимаю? Город Советск – это маленький город, он находится где-то 110 километров южнее от Кирова. На данный момент там проживает 10-12 тысяч человек. А, Печоры побольше, да, там вроде 1040? Печоры от 40 до 45, где-то так. Сколько тебе лет? Так, мне 43 года. А, ну мы с тобой ровесники, мне тоже 43. Расскажи, пожалуйста, как ты переезжал и вообще почему, ну как бы, наверное, по работе, да, получилось? Значит, нет, получилось как. То есть я родился и вырос в Кировской области, город Советск. Город очень маленький, как все маленькие города Кировской области, он небогатый город. Там проблемы с работой. Ну и вообще, чтобы улучшить уровень жизни, то есть у меня появились мысли к переезду. То есть у меня в Советске вот была квартира, она и сейчас там есть, двухкомнатная. То есть я выплатил ипотеку. И совместно с женой, ну жена-ребенок, мы спланировали переезд в город Печора. Почему именно Печора? Потому что у меня здесь жил, у моего отца родной дядя. То есть он бывало приезжал к нам из Печора в Советск, гостил у нас. То есть и вот мы спланировали переезд в Печору. Но прежде чем переехать, мы в Печору съездили, осмотрелись. То есть это было все спланировано. То есть мы в Печору приехали, погостили, посмотрели, что за город, как по работе, что по недвижимости и так далее. И вот усиленно я потом приехал в Советск, выплатил ипотеку, в принципе, уволился с работы и уехал в Печору. Слушай, ну получается, единственная причина – это твой дядя? Ну то есть все-таки город не самый такой, знаешь, большой, благоустроенный. Там по климату, наверное, есть проблемы. Нет, слушай, вот я мог уехать куда угодно. Я мог уехать, были у меня предложения, были в Киров уехать. Были у меня, живет тетя в Подмосковье, живет дядя в Тюменской области. Но единственный очень большой плюс с Печорой – это низкая стоимость жилья и в тот момент, и на данный момент. То есть уровень зарплат, вот, допустим, город Нижневартовск, Тюмень, где у меня жил дядя в свое время, там уровень зарплат примерно как в Печоре, уровень зарплат. Но стоимость недвижимости, она близка к московскому. Допустим, в Киров переезжать, там тоже уровень зарплат очень маленький и очень высокая стоимость жилья. В Печоре же здесь очень легко купить квартиру. То есть соотношение вот жилье и работа, да, оно такое, на удивление, хорошее, да, оказалось? Оно отлично, да, да, отлично. А можно поконкретнее? Вот сколько в среднем стоит квартира и сколько средняя зарплата? Ну, значит, средняя зарплата в Печоре, ну, можно даже, знаешь, как сказать, вот средняя зарплата для женщины в Печоре – это 40-50, 40. Ну, возьмем 40 тысяч рублей. Средняя зарплата у мужчин здесь платят больше. Средняя зарплата у мужчины – ну, от 50 и выше. Ну, понимаешь, здесь, в Печоре, есть очень хорошие зарплаты, очень большие. Здесь и зарплата у нас в организации, где я работаю, есть зарплата и 100, 150, и 200 тысяч рублей. То есть зарплаты хорошие, но только для специалистов. А жилье? Жилье. Мы когда сюда переехали, в 2018 году купили жилье. Это двухкомнатная квартира, полностью упакованная, с ремонтом. То есть стеклопакеты, помененные батареи. Ну, заезжай, живи, просто заноси мебель. В девятиэтажке, шестой этаж, квадратура, 55 квадратов мы купили за миллион сто. А сейчас сколько примерно она стоит, можешь сказать? Сейчас примерно они стоят столько же самое. Просто я сейчас озвучу цены на недвижимость. Вот, допустим, я недавно купил квартиру, ну, однокомнатную, упакованную полностью. То есть с ремонтом. То есть просто мебель завози, вставь и все. Однокомнатная стоит здесь от 60-500 тысяч до 800. Однокомнатная. Вот 37 квадратов, хорошая квартира, хорошие планировки. Двухкомнатные квартиры здесь стоят от миллиона до полутора. И трехкомнатные от полутора до миллиона восемьсот. Ну, потолок это два. Получается, это все старые дома, да? Новых, наверное, не строится там. Да, дома все старые. Но самые последние, вот наши дома, они где-то годов 98-х, да. Вот последние дома постройки, это 98-е годы. А можешь рассказать, чем ты занимался советский и чем ты сейчас занимаешься? Так, значит, в советский я работал всю жизнь, работал, ну, у меня других мест работ не было. Это электроэнергетика. То есть я работал в электроэнергетике. Ну, начинал с монтера, потом дорос до руководителя среднего звена. И вот почему я выбрал Печору? Потому что в Печоре очень развита энергетическая отрасль. Здесь очень много компаний и мест для работы, если твоя профессия связана с электроэнергетикой. То есть узнал все это, где можно здесь работать. Здесь Печорские электрические сети, городская распределительная электрическая станция. Ну, есть где работать. И в Печоре, то есть я приехал в Печору и на данный момент работаю, это государственная компания Россети. Это Печорский филиал Печорского Мионерго, Печорские электрические сети. Работаю здесь, да. Можешь сказать, сколько ты раньше зарабатывал? Значит, раньше я зарабатывал, при том, что я работал не простым работником, скажем так, специалистом узкой специальности. Я работал начальником диспетчерской службы, работал диспетчером. Зарплата, так, 17-й год, это была у меня зарплата 25 тысяч рублей. У жены была зарплата где-то 10 тысяч рублей, 10-12. Она работала продавцом в магазине. Сейчас, ну, не совсем, наверное, корректно спрашивать, сколько зарабатываешь. То есть, ну, здесь, видишь, это тоже, мы когда переехали в Печору, жена, так как она продавец, она быстро очень нашла работу. Здесь как раз, здесь даже до 2017 года не было магнитов и пятерочек. И вот как раз они заехали в 2017 году, и удачно мы так приехали. И жена, у нее здесь получился быстрый карьерный рост. Первая зарплата у нее здесь была, первая зарплата в Печоре, у нее была 40 тысяч рублей сразу же, после 12-ти в Советске. У меня же первая зарплата здесь была 25 тысяч рублей. Объясню, почему. Потому что в госорганизациях всех, северная, у нас же Печора, это район Крайнего Севера. Здесь северная надбавка 110%. То есть если ты в Кировской области получал 25, к примеру, в Печоре ты будешь получать 60, то есть здесь 110% северных. То есть по приезду в Печору здесь тебе платится 30% районных сразу, районный коэффициент 30%, и 80% их нужно заработать. И это мне пришлось зарабатывать в течение пяти лет. То есть у тебя каждый год зарабатывается по 20% северных. Год отработал, получил. Второй год отработал, еще 20% получил. Вот у меня было так. Жене, ей почему-то, не знаю, компания «Магнит» платила сразу северные все. Вот почему у нее была зарплата от 40, ну 40, там 42, там 45. То есть у меня была первый год зарплата 25 тысяч рублей, у нее сразу же 40. То есть я стал разбираться, и у нее, ей северные платили сразу, а мне пришлось их зарабатывать. То есть тебе постепенно повышается просто зарплата? Постепенно, а каждые полгода. Да, каждые полгода зарплата растет на 10%. Ага. Но те первые годы тебе никто не компенсирует, да, низкую зарплату? Это ты уже сам? Нет, сам, да, потихонечку. То есть у тебя полгода прошло, зарплата выросла там на 3-4 тысяч. Полгодика прошло, еще выросло. Ну то есть на данный момент, вот, это стоит, вот знаешь, учитывать, когда люди переезжают на север и там озвучивают зарплаты там 150-100 тысяч рублей, например, на ПМЖ приехал. Это надо учитывать, что северное придется зарабатывать в любом случае. Я не знаю таких вот магнитов от компаний, чтобы вот так вот приехал человек, сразу заплатил, либо контракт какой-то. Ну вот у меня пришлось зарабатывать. Ну на данный момент зарплата, то есть у меня график работы посменный, посменный, то есть у меня зарплата зависит от количества смен. Ну на данный момент зарплата от 75 и выше. Она бывает и 90 тысяч, и 100 бывают, и 130 тысяч бывают. То есть такое вот конкретное у меня, вот, все зависит от нормы часов. Например, в январе празднично, непразднично есть переработка, нет переработка. То есть в целом в среднем получается, что с учетом недорогого жилья и довольно высокой зарплаты, как будто бы уровень жизни, да, выше? Да, это сразу же стало заметно вот по уровню жизни, как мы допустим. Это сразу стало заметно у нас по продуктовой корзине. То есть на ту зарплату, в Кировской области зарплаты у меня 25, обоюдный доход у нас был 40 тысяч рублей, к примеру. То есть что мы могли себе позволить купить там, и что мы покупаем здесь. То есть здесь как бы, ну не смотришь на продукты, купил, что тебе нужно. Это опять же с учетом того, что здесь дешевое жилье, вот и все. А продукты все равно дороже, да, наверное? Ну давай по продуктам. Здесь продукты были дороже, когда сюда не заехали крупные торговые сети. Вот такие как Магнит, Пятерочка. Мы когда первый год здесь жили, в Печоре, здесь, вот честно, я как сейчас помню, бутылка Кока-Колы, вот в Советске она стоила 50 рублей двухлитрового, а здесь она стоила 270, к примеру. Цена продукты здесь были, ну слушай, очень высокие. Но это все прекратилось после того, как сюда заехали, Магнит Пятерочка. Вот на данный момент здесь дороже только хлеб, молоко, ну на фрукты может быть, но не настолько много. Но молоко здесь стоит, допустим, 5-процентная, Вятушка Кировска 100 рублей. Ну не сильно дорого. Да, булка черного здесь стоит 65 рублей, батон стоит 80, но он большой. Ну то есть это, я тебе говорю, самые дорогие цены. То есть вот батон 90 рублей, это самый дорогой наш Печорского хлебокомбината. Есть дешевле, пожалуйста. То есть возят сейчас из Сальтовкара, там с Кирова возят хлеб и так далее. Остальное, курица, молоко, продуктовая корзина. Ну вот я в Кировской области очень часто бываю, два раза в год приезжаю в отпуск. Вот я смотрю по ценам, ну примерно вот это же самое. Ну может быть там в Кировской чуть пониже на 2-3, на 5 рублей. А можно ли сказать, что там в среднем процентов на 10 продукты дороже? Ну да, можно так сказать, да. Вы приехали вдвоем, получается, да? Нет, сначала было как. То есть я сначала выплатили ипотеку, я уволился с работы, я поехал сюда в Печору один. Жена с ребенком остались в Советске. То есть я приехал в Печору, остановился у родственников, потом снял жилье. И потом вот подал резюме в Россети. Расскажи вот сколько ты прожил и потом, когда семья приехала, через сколько времени? Значит, я здесь вот поработал на вахте полтора месяца, потом месяц еще в Печоре. То есть я в Печоре прожил 1-4 месяца. То есть вот это и в июле я поехал за семьей и привез сюда. Жена уволилась с работы, и мы приехали с жена и ребенок. Сын на тот момент был 7 лет, он первый класс только закончил. Как, насколько легко было пристроить в школу? Здесь в Печоре с этим вот, слушай, я довольно все просто. Потому что здесь школ очень много. Только в нашей части 4-5-6, 6 школ, плюс гимназия 7. То есть дети все учатся в первую смену, нет никаких смен, школы не загружены. И места как бы в первых классах. То есть я пришел свободно, пришел к директору, вот так и так, говорю, вот сына в школу. Но единственное, что по прописке, она говорит, нужна прописка. Я говорю, у нас, говорю, квартира, жилье, говорю, съемное. У нас, говорю, нет пока постоянной прописки. Ну там директор немного там, не то что отказывала, ну ладно, говорит, давайте заявление. То есть мы пришли в районе, где мы жили на съемной квартире. Поначалу мы полгода жили на съемной квартире. То есть я пришел к директору, написал заявление, вот мы живем, говорю, здесь вот. Ребенок хочу, чтобы ходил в эту школу. Как бы никаких проблем не было, его взяли и все. В целом качество образования и школа, ну, соразмерное, да? Как раньше? Например, качество образования, вот эта школа номер 10 города Печоры. Вот я когда ходил туда, ну и здесь есть нехватка учителей, да, вот по городу Печори, вот, ну, далее потом поговорим еще об этом. Здесь вот нехватка учителей, она имеется. Пока вот работают, вот пока старые учителя, молодежи не очень много. А так образование, уровень образования здесь, в принципе, неплохое знание дают, неплохие учителя все, они еще пока советского образца, скажем так. Школа здесь, она на тысячу человек. У них в школе здесь два бассейна, то есть бассейн для с первого по четвертый класс и бассейн уже с четвертого по десятый. То есть два бассейна в школе. Бесплатные секции, там футбол, волейбол, каратэ, по-моему, нормально. Плюс даже меня удивило, что здесь уже сразу детей кормили бесплатно. То есть советские, мы, к примеру, платили деньги за то, что он у нас учился в советский первый класс. Ну, по-моему, платили две тысячи в месяц за питание. А когда приехали в Печору, то здесь питание за счет республики уже с первого по четвертый класс. Давай немножко поговорим про сам город. Вот что он из себя представляет, то есть там, я вот смотрел, что там население так подупало за последние годы. Там было что-то 60 тысяч, сейчас около 40, да, то есть что он вообще из себя представляет? Значит, город, вот на мое мнение, я просто сравниваю. Вот по сравнению с тем, где я жил, я был, вот жил в Кировской области, вот был в разных там городах. И вот приехал в город Печору. На мое мнение, на мой взгляд, город, он очень комфортный для жизни. Вот, во-первых, он город небольшой по населению, но он рассчитан на тысяч, на 60, на 80. То есть, если посмотреть на Википедии, здесь в 80-е годы жило 80 тысяч человек. Поэтому здесь уже город-то он новый, ему 70 лет нашему городу, вроде бы 70 лет, да. Здесь широкие дороги, то есть здесь широкие тротуары, то есть хорошие парковки. Город уже более-менее современно строился. Да, вообще, что из себя представляет? То есть там рельеф ровный, есть ли вода какая-то крупная? Так, значит, рельеф города очень ровный, это плата. Нет ни одной возвышенности, я даже иногда смеюсь, здесь в городе даже ручник не нужен. То есть плата полная. То есть вода, ну здесь крупнейшая река, река-то Печора. То есть она очень, она судоходная до сих пор. Ну судоходство уже не очень развито в Печоре, только паромы, там, до Усинска куда-то ходят. А так, ну допустим, вот смотри, для сравнения переправа ледовая, допустим, чтобы зимой переправиться на Леву. Ну чтобы, короче, уехать в Россию. Из Печоры нету автомобильного моста, есть только железнодорожный мост. То есть получается, что ты можешь только железной дорогой приехать или зимой, да? Вот, да, я могу, допустим, в Россию, ну так здесь называется, то есть в Центральную Россию, я могу приехать либо поездом, либо самолетом, у нас здесь аэропорт есть, три раза в неделю летают рейсы в Сыктывкар. Если на своем автотранспорте, то зимой это ледовая переправа, с декабря она по май заливает ледовую переправу, а летом паром, то есть летом вот река лед пройдет, то есть здесь паромы большие ходят, на паром машины загружаются и переправляют через реку. Допустим, я просто сейчас... Есть межсезонье, когда нельзя перебраться, да? Есть, да, есть два месяца, это вот, наверное, ноябрь-декабрь, где-то два месяца не выехать из Печоры на автотранспорте. И весной, это апрель-май, тоже на автотранспорте не выехать. Есть ли зелень в городе вообще? Как растет зелень? Как обычно или есть... Климат здесь... Зелени в городе очень много. То есть климат здесь не настолько суровый, чтобы здесь... Здесь растут березы, сосны, ель, тополя, но они не такие большие. То есть вот, допустим, в Кировской области деревья, ну, они тополя, они очень огромные, большие. А здесь они, ну, метров, может быть, там, 10. Ну, зелень есть и растут. Это кустарники, акация. Акация, береза растет, ель, сосна. Нет проблем с этим, да? Нет, нет, с одним проблем нет. Есть ли в городе какие-то общественные пространства, парки, скверы? Значит, в городе у нас есть чем заняться. У нас, во-первых, в городе есть... Вот последние, наверное, слушай, года 4-5 у нас строительство пошло. Вот в нашей части, железнодорожная часть города, у нас хороший парк со скамеечками, брусчаточкой все выложено там для детей, качельки сделано. Ну, такая парк-зона, прогулочная зона там. То есть вот зимой там на лыжах сейчас катаются, всегда освещено все. Здесь самое, что удивительно, мне понравилось в Печоре, здесь свет зимой горит круглые сутки в городе, он не отключается вообще, потому что здесь, ну, зимой темно очень, и город очень освещенный. То есть свет не отключается вообще. То есть всегда светло. Все дворы, все парки, все освещаются. Вот два парка в речной части города. У нас город разделен на две части. Есть железнодорожная часть города, где я живу, и есть речная часть города, она более старая. То есть там более старая, старый жилой фонд. Но она более престижная по проживанию получается. И там два парка. Парк Победы, очень все культурно, все сделано. То есть брусчаточка, скамеечки, то есть фонарики везде горят. Потом парк геологов сделали. Там зона для на скейтах кататься, на велосипедах кататься. Для детей сделано все это бесплатно. И есть хорошая набережная. Вот набережная длинная вдоль реки Печоры, но пока до нее не могут добраться власти, потому что там требуют очень больших затрат. То есть там нужно укреплять берег и так далее. То есть берег со временем осыпается. Я так понял, там дело в финансировании. То есть парк-то сделать для бюджета города – это посильно. А вот про набережную уже люди давно судачат. Вот у нас набережная – это пока не делают, потому что очень много денег надо, средств на набережную. А так по набережной летом очень хорошо гулять там. Дышится так легко, сосинки, белки прыгают. Прямо вот там белок очень много. Есть ли в городе аэропорт? В городе аэропорт есть, да. Есть аэропорт. Летают три раза в неделю рейсы в Сыктывкар. По-моему, Сыктывкар и Усинск летают. Печора, Сыктывкар точно, Усинск тоже вроде бы летают. То есть в Москву нельзя прилететь? Нет, нет, в Москву, мне кажется, он не рассчитан у нас аэропорт. У нас мало аэропорта. Там маленькие самолёты, да, ближнемагистральные? Да-да-да, маленькие, но… Но с самолётом вообще удобно выбираться? То есть не сильно дорого? С самолётом, ну, летают люди, но я не знаю. Вот летают только до Сыктывкара, но билет 5500 либо 6000 рублей стоит. Можешь рассказать, какие есть вокруг города? Вокруг Печоры городов нет никаких. То есть Печора, мы здесь поблизости, у нас только Печорский район, это посёлок, вот рядышком Путеец, посёлок Луговой и посёлок, допустим, Кожва. Ближайший город от Печоры – это Ухта, он находится 250 километров. Далее уже пошло на север, там у нас идёт город Инта, это километров 500 от Печоры, и ещё 1000 – это где-то, это Баркута уже там, край. До Екатеринбурга очень далеко, да? Ой, очень далеко до Екатеринбурга. Это вот до Кирова, вот у меня, смотри, я засекал на машине, когда езжу, у меня от Печоры до Советска 1200 километров. А до Екатеринбурга ещё нет, это далеко. Близежайших городов нет, вот мы одни тут. Давай немножко поговорим теперь про климат, да, вот можешь описать времена года? Климат могу описать. Климат, вот, он мне нравится больше, чем в Кировской области. Почему? Потому что здесь зима зимой, весна весной, осень осенью, а лето летом. То есть здесь всё чётко понятно. Второй момент. Чем климат отличается от Кировской области? Здесь очень продолжительная зима. То есть здесь снег выпадает где-то числа с 10 октября, ну, 20-го точно. То есть вот он выпал, и всё, он уже больше не растает до мая месяца. Может растаять, вот, последний раз один раз. У меня сразу вопрос, где же весна и осень? Так, весна и осень. Снег, он может растаять даже в июне. Но здесь всё, говорю, относительно, потому что год от года разное бывает. Вот, допустим, лето. Лето здесь начинается с июня месяца. И здесь, допустим, все вот растения, всё распускается очень быстро. То есть буквально, вот у тебя только-только снег, прошла неделя, у тебя уже всё зелёное. Было серое, а стало всё зелёное буквально. Растения здесь, вот деревья, всё очень быстро, всё расцветает. Лето здесь когда как? Вот то лето было очень жаркое. Допустим, вот очень жаркий месяц – июль. Вот июнь, он просто такой комфортный, тёплый. Ну, где-то плюс 15, вот 20. Июль, он жаркий месяц, где-то от 25 до 35. Вот ровно месяц. В августе уже всё. С 1 августа уже там числа до 10, где-то плюс может 17, 18. И потом резко пошло. 5-7 здесь 1 сентября уже включают отопление в школах. А 10 сентября уже включают отопление в домах. Вот, и чем мне здесь нравится, к примеру, осень? Вот, к примеру, в Кировской области. Там до самого Нового года грязь и ветер. Просто ветер, снег с дождём и нескрометная грязь. И весна в Кировской области точно такая же. Здесь, например, здесь грязи нет вообще. То есть здесь вот в августе дожди, когда бывают, когда нет. Вот в августе уже начинает холодать, и у тебя постепенно ночью заморозки. То есть тепло подморозило, тепло подморозило, и потом выпал снег. То есть грязи нет вообще никакой. То есть у тебя в октябре выпал снег, ты одел зимнюю обувь, у тебя чистота до самого мая. При том, что город очень чистый, в городе не сыплют соль и не сыплют песок вообще. От слова совсем, потому что это здесь не нужно. А зимой до скольки температура падает? Зимой самое большое, вот я видел, это так, 20-й год. Неделю где-то было минус 49-50. Вот где-то с недельку, может быть, держалось. Но за сколько лет я здесь живу, такого было один раз. Вот эта зима, она относительно тёплая. Минус 38 где-то было здесь вот в январе, неделька минус 38. Ты можешь сказать, сколько по времени длятся морозы? Ну вот сколько может быть экстремальных морозов? Там неделя, две, три? Ну вот максимум — это месяц. Вот экстремальных морозов — это, скорее всего, вторая половина января и начало февраля. Где-то с 15 января по 15 февраля здесь может быть до минус 50. Ну я такое видел один раз за 7 лет, это было. Вот минус 48-49, где-то утром минус 52. Ну, минус 50 — это денька 2-3, потом всё равно пониже. Ну знаешь, я тебе что-то скажу. Вот у меня работа по сменам, и, к примеру, я минус 40, я работал минус 40. Ничего в этом страшного нет. То есть очень хуже, когда, например, погода минус 27 с ветром. К примеру, там ветер 5-7 метров в секунду. А минус 40 — это, как правило, сухо. То есть ветра нет никакого. То есть, ну, незаметно. Я бы не сказал, что это критическая температура. Ну, минус 50, не знаю. Я как раз был в отпуске в это время, вот тогда в Кировской области. Но было здесь минус 50. Ну, тоже, говоря, ничего особенного. А расскажи, Андрей, вообще вот какие-то ещё есть особенности вашего переезда? Что-то вам понравилось или что-то не понравилось? Вот единственное, что не нравится здесь, минусы, конечно, есть. Здесь очень тяжело для меня переносится вот это. Здесь же не полярная, конечно, ночь. Но вот эти два месяца, декабрь, январь, они для меня лично очень тяжёлые. Потому что здесь очень плохая погода. Здесь минус 25-27, постоянно ветер. То есть очень холодно. Ветер сильно, да, вымораживает? Да, у нас всегда даже, допустим, погода, Яндекс, там, набираешь. То есть минус 25, к примеру, ветер 5 метров в секунду. По ощущениям, как минус 38. Так вот это минус 38 ощущается. То есть такой короткий ветер не сильно, да? Он так сильно... Это вот 5-6 метров в секунду при минус 27, это на улице находиться. Ну, надо очень комфортно, тёплую одежду, спецодежду, чтобы на лицо прикрывало у тебя и так далее. То есть... И вот, допустим, для меня чем вот эти два месяца некомфортно? Здесь постоянно темнота. То есть неважно, когда ты открыл глаза, у тебя всегда темно. Это сильно... Это скорее минус, да? Скорее минус. Это минус, конечно, большой. Это очень давит морально на психологический. Не только на меня и на всех. Вот эти два месяца очень тяжело пережить. Вот не знаешь, как их вот... Ну, честно-честно давит, давит вот это. В Кировской области насчёт этого, конечно, попроще. Здесь солнца, вообще нету вот этих месяца два. И такое состояние вот у меня лично и у многих других оно депрессивное. Вот просто депрессия. Вот это декабрь, январь – депрессия. Депрессивная. Холодно, ветер, постоянная темнота, снега по колено, то и уши. Ну, а потом ничего. Потом уже как бы январь заканчивается, февраль, вот уже солнечные деньки побольше. Март, апрель уже там повеселее, тут уже нормально жить можно. Ещё какие-то минусы или плюсы? Вот из минусов больше... А, минус ещё скажу, да. Минус – это нет автомобильного моста. Вот это как бы проблема. Тут бы и цены на недвижимость были бы выше. Ну, к примеру, смотри, я одним ходом не могу до Советска доехать. То есть вот паромная переправа – это такая долгая тягомотина. То есть ты пока загрузился на паром. Там надо, чтобы он машины набрал. Он одну машину уже не повезёт, там паром машин 20 надо загрузить. То есть ждёшь. Вот хочешь выехать в 7 утра, к примеру, ты. На тот левый берег ты переправишься только часам к 11. Это когда ты доедешь до Ухты. То есть и до Кирьва ты же далеко ехать. Вот мост, он бы решил вообще множество проблем. А плюсы – хорошая зарплата, недорогая недвижимость. Всё, что здесь нужно, есть для жизни. То есть здесь детские сады, школы. У нас очень отличный здесь хороший дворец спорта. Имени Кулакова называется. Там хороший 25-метровый бассейн. Там, пожалуйста, плавание. Там секции вольной борьбы, футбол, волейбол, баскетбол и так далее. Потом у нас есть ледовый дворец построенный. Он относительно новый ему, наверное, лет 10. Ледовый дворец, там искусственный лёд. То есть в любое время года, ну кроме летних месяцев, на летние месяцы он закрывается для обслуживания. То есть, пожалуйста, каток хороший. Также очень много спортивных секций, очень много тренажёрных залов. Пожалуйста, как бы. Ну, город разделён на две части. У нас и в этой части есть, и в той части есть. Пожалуйста, есть. Заехала недавно у нас Додо Пицца. Очень хорошее у нас кафе, бары, рестораны. Можно сходить. То есть внутри 4 штуки точно есть, где преобладает европейское меню, азиатское меню. Кухня хорошая. То есть такой нет проблемы. Проблемы нет сходить в хорошее кафе или в столовую. Нет-нет-нет, кухня отличнейшая. Кухня вообще отличная. Готовят очень хорошо. Также есть хороший кинотеатр. Пожалуйста, кинотеатр у нас все вот эти. Оно всё в руках государства. Муниципальная госорганизация. Хороший кинотеатр. У нас хорошее здесь. Дом культуры железнодорожников называется. Ему не так давно присвоили статус регионального. И тем более он сейчас сфинансируется из бюджета Республики Коми. Вот здесь вот город Печора, да, здесь артистов-то очень много приезжает. Вот здесь сюда приезжал Филипп Киркоров, его приглашали. Допустим, на юбилей там, по-моему, города Печора. Филипп Киркоров приезжают разные спектакли с Москвы, с Казани. Приезжал, вот я ходил, государственный камеральный ансамбль Дагестана приезжал. То есть здесь зимой, здесь вот я просто, мне некогда ходить. Здесь вот если зайти на афишу, здесь каждую неделю можно ходить. Здесь мероприятий очень много, артистов очень много приезжают. Так что здесь найдешь чем себе заняться. Хочешь спортом, занимайся. Можешь, хоккейная команда у нас есть своя, хоккейная команда «Газпрома», «Лукойла», «Электросетей». Пожалуйста, можешь в хоккей играть, в увлечении. А вот ты сказал «Газпром», «Лукойл». В общем, есть несколько крупных компаний, да, куда теоретически можно устроиться на работу, да? Да, все-таки у нас «Республика Коми», здесь очень много компаний, не считая трех компаний крупных энергоснабжающих. Здесь у нас «Газпром», он именно «Газпром Коми», «Лукойл Коми», «Роснефть Коми», «Транснефть Коми». В общем, работа есть, можно сказать, да? Да, работа есть, но это все работа вахтовым методом. Но там вахта, она совершенно не та, в которой я работал. То есть здесь у них уже все, у них там столовая, у них там уже общежитие, там в комнате живешь по два человека. Можно помыться, там баня, бильярд у них, как бы вот в этих, есть и крупные, вот эти федеральные компании, газонефтедобывающие, там попроще, да, с этим как бы нормально. Работа есть, это все вахты, это все, ну, ехать не очень далеко, это все в пределах Усинска, это два-три часа на поезде. Три, три до Усинска, то есть у нас в самой этой Печоре нету пока ничего. Вот у нас все вот эти компании, они расположены, вот город Усинск, он севернее, находится Печоры, по-моему, километров 300. И вот там все вот эти компании, и там очень много народу работает, вот и из Печоры работают там, ну, достаточно большое количество населения и половина Кировской области, мне кажется. Плюс еще я даже не знал, у нас в Печоре, вот на левом берегу, открыли это буквально 10 километров от Печоры, открыли крупное месторождение нефти, сейчас ведется разработка по добыче нефти. Скажи, пожалуйста, вот ты и жена, вот у вас, вы единодушны в оценке вашего переезда? Он успешный? Да, переезд, он успешный, да, мы единодушно, конечно, переездим. То есть вы не жалеете, да, ни о чем? Нет, нет, ни о чем не жалеем, конечно, жизнь-то улучшилась здесь в разы, сразу же жизнь улучшилась, вот, в финансовом плане жизнь улучшилась. И плюс еще, допустим, здесь вот я советую, кто, к примеру, переезжать, надумает, ну, мало ли, ролик посмотрит, либо еще что-то, переезжать в город Печору. Поэтому, вот, мой лично совет, нужно здесь переезжать, если ты специалист. Вот специалист, если ты в области энергетики, газовой, нефтяной промышленности, ты здесь будешь жить очень хорошо. Вот, просто, вот, здесь хорошие зарплаты, там, недорогая, недвижимость здесь будет, здесь все нормально будет. Смысла нет ехать, потому что у меня были знакомые, не то, что знакомые там, ну да, знакомые небольшие, они приехали, как бы, так вот сюда, он без образования, она, у них здесь ничего не получилось. То есть сюда смысла нет ехать работать в магните, к примеру, там, продавцом, либо там, в управляющей компании, сантехником. Смысла нету здесь сюда, смысл есть ехать, если ты специалист, вот, допустим, здесь вот открыт сайт вакансий, да, по самому городу Печоры, Печоре, Печоре, очень много требуется специалистов, учителя, очень много здесь требуются учителя, и неплохие зарплаты у меня здесь, врачи, у врачей очень хорошие зарплаты, очень много врачей требуется, военные требуются сюда и полиция, так что вакансий здесь достаточно много. Спасибо большое, Андрей, за то, что, вот, понимаешь, я вообще, я знаю слово Печора, но я вообще ничего не знал о городе, о том, где он находится, как он живет. Я надеюсь, для наших подписчиков тоже было интересно, да, немножко вот, мы узнаем нашу страну через вот такие истории, как вот ты рассказал. Спасибо тебе огромное, что ты сам написал и предложил, потому что для меня большая проблема искать респондентов, и приходится за это платить, сам понимаешь, как бы, с учетом отсутствия монетизации, это все усложняет. Поэтому спасибо тебе огромное, что ты согласился, и, ну, желаю вам огромной удачи, чтобы у вас все получилось. Еще один последний вопрос вот сейчас всплыл. Вы планируете до старости жить там или все-таки уедете в какой-то момент? Здесь все-таки, вот, давай еще я тебе расскажу. Здесь же, здесь есть льготы, здесь очень много льгот. К примеру, вот у меня льготы, просто про льготы в электросетях. Вот, допустим, в госорганизациях, вот, где я работаю, да, это Россети, здесь, когда при устройстве на работу, мне озвучили льготы, какие у меня здесь будут. Но такие льготы здесь должны быть у всех. Вот, допустим, у жены, где она работает в магните, там таких льгот нет. Это, во-первых, самое основное, важное, это проезд к месту отдыха и обратно для тебя и для членов твоей семьи. Раз в два года плачут билеты, неважно, то есть самолетом, там, поезд, автомобиль, все тебе плачут один раз в два года. Оплачивать тебе это не твоя компания, а бюджет Республики Коми. Вот, это очень удобно. То есть билеты купил, съездил, отдохнул, сдал билеты, тебе оплатили. Потом дальше здесь вообще, в принципе, нет проблем получить путевку оздоровительную куда-нибудь, но вот и все-таки климат здесь, он, ну, скажем так, не очень. То есть ветра, холодно, зимний, вот этот промежуток, он длинный. Здесь, в принципе, придешь в больницу, скажешь, вот, хочу, ну, хочу там отдохнуть, ну, допустим, спина, суставы там болят, либо еще что-то. Тебя поставят на очередь, ну, пройдет, может быть, там, полгодика, годик, там, второй. То есть тебе дадут путевку от больницы и съездишь куда-нибудь, там, полечишься, к примеру. Вот у меня, допустим, в компании я не плачу за электроэнергию. У нас льгота. То есть я плачу за нее, но потом мне ее оплачивают раз в год в электроэнергию. Также я могу от организации ходить бесплатно в бассейн, могу ходить в тренажерный зал, на каток, все это бесплатно. Ну, то есть компания оплачивает. При том, что в Россетях пакет очень скудный. Он очень маленький. Вот именно если взять такие крупные компании, как Лукойл, Газпром, Ростнефть, там соцпакет, он просто огромный, он в десятки раз лучше, чем, допустим, в Россетях. Россетей, ну, относительно, скажем так, по меркам энергоснабжающих организаций, она бедноватенькая. И, допустим, жить здесь, ну, я планирую, да, до пенсии здесь жилья, года здесь, допустим, в Кировской области 65 выходит на пенсию, а здесь я выйду в 60, вот с это, с продлением. И ты потом, наверное, и уедешь, да, ну, как вероятность есть такая. Да, здесь все так делают. Здесь вот из 10 человек, вот на данный момент половина точно выезжает. Вот половина вышла на пенсию, к примеру, к пенсии, как правило, жилье уже у всех куплено. Либо в Кирове, либо в Питере, либо вот средняя полоса Ярославль, Тамбов, Тверь, вот туда люди уезжают, где не сильно жарко и не сильно холодно. Ну, и я, в принципе, также я планирую доработать до пенсии, до 60 лет. Ну, и, в принципе, да. Но я же квартиру там не продали, вот, в Кировской области она там стоит. Ну, как бы я туда и поеду обратно. Жить здесь, как бы, да, ну, на пенсии я здесь не буду. Спасибо еще раз тебе, да. И спасибо, ребят, всем, кто досмотрел этот ролик до конца. Обязательно пишите, если у вас какая-то есть интересная история тоже переезда, в любой город, все обсудим, посмотрим. И в большинстве случаев, как бы, просто, да, созвонимся и поговорим. Всем пока, ребят. Андрей, пока. Пока. Пока.